Добрый вечер! Потому что настало время ужина. Легкого и здорового ужина, который понравится всей вашей семье, включая вашего мужа, детей и других родственников и друзей. Потому что сегодня у нас с вами преследовательская капуста и чикеннаггетс. Это кусочки курочки хрустящего орешка. Я не буду вас долго томить, мы с вами приступаем к приготовлению. Так, что у нас здесь? Это четыре куриной грудки, которые были замаринованы на ночь в миндальном молоке. Это может быть кефир, потому что кефир это здорово и полезно. Это может быть какой-то йогурт. Можно замариновать, наверное, минут где-то на сорок. Но лучше всего, конечно, на ночь. Сельская капуста, по-моему, вернемся позже. Микс миндаля и фисташек, которые побывали в блендере. Вот они такие красивые. У меня здесь специи. Что из специи? Это травы, это мог быть итальянские травы. У меня это базилик. И что у меня здесь еще? Это орегано. Так, и из других специй самая лучшая куриная приправа какая? Это карри. Правильно. И это у меня здесь паприка и немного мускатного ореха. Итак, в кадре стоят только мои руки и волшебные продукты. И здесь у меня форма, в которой я буду складывать мои фигнаггетсы. И она уже смазала оливковым маслом. Что я делаю сейчас? Я смешиваю специи. Специи, думаю, вы догадались, да? Можно класть любые, какие-нибудь захотите. Какими вам нравится. Главное здесь это орехи. Курица достаточно долго пролома в маринаде, поэтому больше нам ее не во шокунать не нужно. Она вот готова к тому, чтобы ее внести в наш орехи. Это можно делать рукой или делать яичками. Вот образом. Дальше я просто раскладываю это на той поверхности, где мы будем это готовить. Пока я делаю это, можно поставить в грецедуковку. Это все есть для того, сколько времени она у вас греется. По поводу градусов, это тоже индивидуальная штука. Можно ее поставить на 150, на 180 или на 200, если не сильно торопитесь. Я обычно для кулицей беру 180. Курицей беру 180. Итак, курица провала в духовке где-то 20 минут. У меня это 180 градусов. И 20 минут у вас это может быть, ну, может быть, 30 минут, 15, в зависимости от того, какая у вас духовка, сколько она держит тепло. Что я еще сделала? Я положила просто на решетку несколько шапиньонов. Они тоже там буквально-то вот полежали. Может быть, 7-10 минут. Брюссельская капуста выводилась в кипящей воде с лимоном. Все, ужин готов. Я бы сюда еще добавила хумус. Если это у вас уже такой поздний ужин, и вы уже понимаете, что лучше съесть поменьше, естественно, вы порцию делаете очень маленькую. Это мужская порция, я вам сразу скажу. И тогда вы не добавляете никакой соус, даже хумус. Вот, это такой простой и быстрый ужин, ничего вредного, никакой соли. И поверьте, мясо без соли достаточно вкусное любое. То есть не только курица, я вообще готовлю мясо без соли. Другие специи отлично заменяют все вредное и нужное и придают новое оттенки. Просто поэкспериментируйте, вам обязательно понравится. Таким все, на сегодня я ухожу кушать и кормить своего мужчину. Всем пока!